Везде, куда ни глянь, мы видим распад семьей. Кажется, что распавшиеся семьи – более распространенное явление, чем здоровая семья. Разводы стали обычным явлением. Дети не имеют понятия о любящем родительском авторитете, главным образом из-за того, что большинство из них не испытали такого рода авторитета в семье. Они растут без настоящего смысла в жизни и заняты постоянными, увы, бесплодными поисками удовлетворения. Что же произошло? Слишком долго мы игнорировали или же преуменьшали значение Божьего наставления о семье. Я хочу подчеркнуть, что семья – понятие, предназначенное не только для родителей и малых детей. Это понятие, имеющее значение не только в каком-то ограниченном периоде нашей жизни. Нет. Божье учение о семье необходимо всем нам, независимо от возраста и семейного положения. Почему это так? Скажем, какая польза от этих семейных бесед холостым? Возможно, многие из них никогда не будут иметь своей семьи. На этот вопрос можно ответить другим вопросом. Почему Бог начинает Библию с брака? Не успел Бог сотворить человека из праха земного, как Он заявляет, что в таком состоянии Его творение имеет изъян? Бог говорит «нехорошо». Человеку чего-то недостает. Вы помните слова, записанные во второй главе книги Бытия? «И сказал Господь Бог, нехорошо бы человеку одному, сотворим Ему помощника, соответственного Ему». Итак, в дополнение мужчине, Бог создает женщину. Вместе они стали одной плотью. Как вы видите, Бог начинает с брака, и через него Он пытается что-то сказать нам. Фактически, благодаря семье, учрежденной по Божьему замыслу, мы начинаем понимать отведенную нам роль и то, каким образом Бог хочет общаться с нами. Как бы Бог не являл Себя, будь то через Библию, через Своё творение, через Иисуса Христа или через семью, Он всегда демонстрирует Свою несравненную любовь к человечеству. Он любит нас и хочет взаимности. И чтобы помочь нам понять Его любовь, Он дал нам живую притчу – семью. Семья – это наша школа. Например, из глубоко интимных, очаровательных отношений мужа и жены, мы можем узнать об отношениях Иисуса Христа и Его невесты – церкви. А понимая роль родителей, мы можем узнать о сути истинного авторитета. Еще очень и очень многое. А что увидит мир? В век, когда семья начинает исчезать, как одна из основ общества, мир будет сопоставлен с непровержимой истиной Божьей любви, в виде ее проиллюстрированной в христианской семье, в центре которой находится Иисус Христос. Есть ли лучшая возможность явить Господа и Его любовь миру, жаждущему любви? А как обстоит дело в твоей семье? Можно ли назвать ее живой притчей? Являет ли твоя семья любовь Божью? Открывает ли она миру истинную сущность Бога? И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божью сотворил его. Мужину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Почему Бог сотворил человека? И вообще, зачем мы живем на земле? Создавая нас с вами, Бог руководился целью открыть свою славу и совершенство. И вот, чтобы показать, насколько Он велик и славен, Бог создает человека по своему образу. Мы своего рода отражение того, кем является Бог. Конечно же, само собой разумеется, что создание никогда не может быть на одном уровне Создателем. Но Бог наделил нас определенными качествами и способностями, которые указывали бы на Его сверхъестественные, божественные черты. Возьмем один пример. Бог дал человеку власть над землей. Что это говорит о Боге? Это открывает силу Божью, силу владыки и властелина Вселенной. Бог дал человеку замечательные умственные способности, что говорит о Боге, как о всезнающем, премудром. Совесть человека и его моральное сознание – это отражение совершенной Божьей праведности и святости. Можно продолжать приводить подобные примеры. Но в Божьем характере есть одна черта, на которую мы хотим обратить особое внимание, так как она возвышается над всем остальным. Бог есть любовь. Что мы знаем о любви? Во-первых, мы знаем, что по существу любовь нужно делить с кем-то. Любовь не может существовать сама по себе. Любовь не может существовать без любящего и любимого. Поэтому очень важно то, что сотворив человека по своему образу, Бог также позаботился, чтобы у него было кого любить. Вложив в свое творение способность любить, тем самым Бог открыл свою совершенную любовь. Если бы человеку некого было любить, в нем была бы незавершенность. И поэтому Бог учредил семью. В земной семье в любви мужа и жены, родителей и ребенка открывается любовь семьи небесного Отца. Ведь все мы знаем, что прежде создания земли, в вечности уже существовали взаимоотношения любви в небесном доме между Отцом, Сыном и Духом Святым. Бог решил явить свою любовь через семью. Разве это не чудно? Прежде бытия мира, Бог любил своего во всем совершенного Сына Иисуса Христа и наслаждался совершенным общением с Ним. Когда был создан человек, он был создан по образу Божью, и ему определено было разделять Божью любовь и общение с Ним. Согласно Божьему замыслу, человек должен был стать членом Божьей семьи. Но, будучи искушен, человек согрешил и лишил себя близкого общения со своим Творцом. Я уверен, что в вашей семье вам уже пришлось видеть, как грех непременно разрушает любовь, как грех нарушает общение и портит взаимоотношения. Близкие семейные отношения человека с Небесным Отцом были нарушены грехом. Но благая весть Евангелия заключается в том, что Иисус Христос пришел восстановить общение любви между Богом и человеком. Иисус Христос пришел, чтобы разъярить с нами свое сыновье положение и сделать нас детьми Божьими. В Иисусе Христе, благодаря Его пролитой крови, мы тоже становимся сынами Божьими. Бог – Отец всех верующих в спасение, совершенное Иисусом Христом на кресте. Итак, вся Библия – это картина Бога Отца, Его возлюбленного Сына Иисуса Христа и нас, грешников, принятых в эту небесную семью. В своих взаимоотношениях с Сыном Иисусом Христом Бог дал образец для наших семейных взаимоотношений. И кроме этого, наши земные семьи должны отражать славу небесной семьи. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что земные отцы должны отражать образ и подобие небесного Отца. Даровав жизнь ребенку, в семье отец должен отражать образ Бога в единстве, которое он вносит в семью, в любящей заботе, которую он проявляет, в любви, которой питается семейной жизнью. Перед сном ребенок преклонил колени рядом со своим отцом и молился Господу. «Боже, я уже ложусь спать. Благостави меня», – повторял он за отцом. Отец тогда спросил, может быть, он хотел попросить Господа еще о чем-нибудь. После некоторого корребания мальчик произнес, «Дорогой Господь, дай, чтобы я был таким же большим и сильным, как мой папа». Да, Библия учит, что земная семья должна быть отражением небесной семьи. Нигде на земле мы не можем быть ближе к небу, чем в любящей семье. Наш любящий Небесный Отец, мы благодарим за Твое предназначение для семьи, чтобы через нее мы испытывали и понимали Твою несравненную любовь к нам. Господь, Ты знаешь, что наши семьи несовершенны. Все мы нуждаемся в Твоей помощи в нашей семейной жизни. Духом Своим святым, соверши в нас свою работу, чтобы наши семьи были живым примером Твоей любви, чтобы весь мир увидел, как Ты любишь людей. Научи нас, Господи, и Слово Своего, как нам жить, чтобы быть ответственными родителями, послушными детьми и плодоносными членами Твоей семьи. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.